МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии дневной выпуск информационной программы Республика. В студии Юлия Важенина. В Заволжской Росинке прошли традиционные волжские встречи. Уже 26 лет подряд на майские дни в Чувашию съезжают сотрудники детских и молодежных СМИ, их наставники со всей России. Организаторами выступают Лига юных журналистов России и ее чувашское отделение. С будущими мастерами пера встретился и глава Республики Михаил Игнатьев. Журналистика была и остается одной из самых популярных профессий. Те, кто не мечтает стать актерами, грезит о стендапах на фоне горящих зданий, об острых интервью с политиками, о проникновенных репортажах из детских домов. Безусловно, все это есть в нашей жизни. И все это присутствует в теле, радиоэфирах, в печати. Но задача журналистов – не позировать на фоне общества, а быть непосредственным и активным участником всех процессов, проходящих политической, экономической, культурной жизни. И, разумеется, рассказывать о них так, чтобы вызвать у читателя, слушателя или зрителя эмпатию. Это мы учат на мастер-классах, мужских встреч, акуляк-пера. Я узнала, как правильно структурировать программу. Позвольте вкусные конфетки, чтобы каждый зритель сказал, вот, вот это здорово, да вот ребята молодцы, работают. Как подать правильно зрителю, чтобы не просто он тупо переключал канал, а остановился и смотрел именно тебя, именно твою программу. По завершении мастер-классов наши юные коллеги смогли попрактиковаться в умении брать интервью. Все по взрослому. Ведущая продемонстрировала серьезную подготовку, изучив биографию ньюсмейкера. Я знаю, что вы кандидат сельхознаук. Как вам это помогает, вот, в вашей деятельности в политике? Дело не в том, что я имею ученые степени. Я на самом деле вырос на селе. Детство, родители воспитывали трудолюбивую. От этого, наверное, по крайней мере, вырабатывался характер, формировался как личность. Поэтому тот, который умеет трудиться не только на земле, да и во всей сфере деятельности в нашем обществе, человек всегда будет побеждать все эти трудности, которые возникают в реальной жизни. По популярности у гостей фестиваля глава Чувашии соперничал с легендарными электрониками. Юрий и Владимир Тарцуевы на вузских встречах отметили 35-летие одного из самых известных советских фильмов. Впрочем, соревнования не устраивали. Чтобы никому не было обидно, сфотографировались всем лагерем. Раз, два, три! Новая Чувашия пожелала юным журналистам неиссякаемого вдохновения. Творите, дерзайте за талантливой молодежью будущее. Заметил Михаил Игнатьев. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Завершились первые майские каникулы. Жители Чувашии могли выбрать отдых себе по душе. Кто-то работал на даче, кто-то выезжал на пикник, а кто-то отметил 1 мая по традиции на демонстрации. По данным МВД, 1 мая праздничные мероприятия прошли в 22 населенных пунктах республики. Всего в торжествах приняли участие более 32 тысяч человек. В Чебоксарах демонстранты прошли от улицы Николаева до Красной площади. Непременно атрибут шествия – цветы, шары, декорированные машины и хорошее настроение. Здравствуйте! Здравствуйте наши профсоюзы! Да, ура! Как настроение? Отлично! Самых лучших детей города Чебоксары! Как скажете? Как скажем! Выграем? Ура! Ура! Здравия желаю! Музейные экспонаты вытащили, да? Соответственно, с праздником! Который проехал на своем ходу до Владивостока и обратно. И попал к Нигуракорда в Гиннесо. Как самая дальняя поездка. Да, вот это самое. Вот сегодня достойно представляет сегодня концерн. Еще один рекорд будет, который пройдет как участник шествия. Все здорово! По 30 лет отработали на заводе. Я благодарен вам, что вы учили своих учеников к любви, к труду. Вот это самое главное. Каждый год профсоюзы выходят на демонстрацию с различными лозунгами. В этом году росту цен, удвоение зарплаты. Впрочем, политические вопросы в колоннах не обсуждали. Просто радовались солнечному дню, красивому оформлению и возможности пообщаться. Это великий праздник на самом деле. Еще с времен, наверное, наши отцы, наши деды ходили на эти праздники. Мне захотелось просто присоединиться к народу и поучаствовать, скажем, в этом единении труда, в этом мира. Ну, наши Чувашские республики увидят народ, как-то празднуют, веселятся. Ну, в общем, хочется быть вместе с народом. Мы пришли в сквере имени Чапаева, и нам что-то понравилось, и мы решили пойти все вместе. А вы знаете, что сегодня за праздник? Какой день сегодня? День труда. День труда. А что это значит? Историю праздника вам не объясняли? Нет, пока еще нет. Ну, просто весело пройтись. Да. Массовые мероприятия поучаствовать. Поздравить горожан на главную сцену поднялись глава Чувашии Михаил Игнатьев, председатель Государственного совета Юрий Попов, почетный гражданин Чебоксар Анатолий Игумнов. Глава Чувашии, приветствуя участников шествия, поблагодарил их за хорошую работу и любовь к родному краю. Все регионы России, практически вся Россия празднует сегодня данный праздник, 1 мая. Человек труда сегодня делает благое дело и для себя, и для своей семьи, и в целом для всего общества. Труд воспитывал человека, воспитывает человека и будет воспитывать человека. Это будущее каждого человека, каждой семьи и в целом нашего общества. И то, что сегодня на данном торжественном, замечательном празднике участвуют и наши дорогие ветераны, и люди среднего возраста, и много-много детишек, и они формируются уже личности, которые будут любить свою землю, любить будут своих родителей, бабушек и дедушек, уважительно относиться к окружающим. Это очень важно. После окончания митинга на сцену вышли популярные артисты-чуваши, профессиональные коллективы и юные звезды. Гоу-гоу-гоу! Забей-забей до бомбу! Давай-давай-давай! Гоу-гоу-гоу! Россия чемпионка! Россия вперед! До Великого праздника Победы остались вот уже считанные дни. К 9 мая готовятся абсолютно все жители, исключением не стали и юные чебоксарцы. Еще с начала года дошколята осваивали азыстрыевого шага прямо как настоящие защитники. Новая военная форма, яркие флаги и патриотический дух. Все это как нельзя лучше описывает репетицию уникального парада дошколят. Кстати, это событие необычно не только для столицы Чувашии, но и для всей России. Именно с юного возраста, с дошкольного, мы говорим о том, что воспитание патриотическое, да, о том, что это юные наши горожане. Они должны любить нашу родину, любить наш город, нашу республику и, конечно же, близких. Более 700 воспитанников детских садов примут участие в параде. Под песни военных лет парадные расчеты пройдут строевым шагом перед гостями праздника и ветеранами. Чтобы дети знали об этом, чтобы дети патриотами были, чтобы они знали, за что воевались их прадедушки и дедушки. И вообще он нужен для того, чтобы никто не забывал этого праздника. Длительная и тщательная подготовка к этому мероприятию сплотила и родителей, и педагогов. А сами дети доказали, что они могут не только петь и танцевать, но и маршировать, как настоящие солдаты. И более того, им это нравится. В этом году отмечает вся страна 70 лет победы. Я говорю своими прабабушками, прадедушками, что они участвовали в этой войне. Я люблю участвовать в параде дошколят. Куда б не шел, не ехал ты, но здесь остановись. Моги ли это, дорогой, всем сердцем поклонясь. Кто б не был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух. Навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он делал что, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину взберег. Юные участники парада будут маршировать в специально подготовленных костюмах военных лет кадетов, моряков, воздушно-десантных войск, МЧС и морской пехоты. Увидеть все это жители республики смогут уже завтра, 6 мая, в парке Победы города Чебоксары. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Александр Петров, Республика. В Чувашии сотрудники правоохранительных органов изъяли 4 пневматические винтовки. Находку обнаружил житель поселка Урмары около своих хозяйственных построек. Как установили сотрудники полиции, данное оружие было похищено в ноябре прошлого года из школьного тира. Проводится мероприятие по установлению лица, причастного к совершению преступления. В наркоконтроле Чувашской республики в очередной раз сработал телефон доверия. Звонок поступил от Чебоксарца. Мужчина сообщил о неадекватном поведении двух молодых людей в подъезде одного из домов Новоюжного района. На место выехала оперативная группа. На месте обнаружила двух граждан, у которых было обнаружено анархическое средство синтетического происхождения. В ходе беседы с данными гражданами они пояснили, что данное анархическое средство было привлечено ими посредством сети интернета. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 10.28 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им говорит наказание до 8 лет лишения свободы. Управление наркоконтроля призывает жителей республики быть бдительными и не оставаться равнодушными. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Телефон доверия работает в круглосуточном режиме. Его номер 23 0100. Чем раньше, тем лучше. С этим выражением не поспоришь, когда речь идет о постановке диагноза. На базе городской клинической больницы номер 1 открыли мамологический центр. Новое оборудование позволяет выявить болезнь на той стадии, когда шанс вылечиться очень высокий. Первое место в структуре раковых заболеваний у женщин занимает рак молочных желез. И чем раньше его выявят, тем больше шансов у пациентки на долгую и счастливую жизнь. Сейчас наиболее информативным способом исследования является цифровая момография. Такое оборудование теперь есть в столице Чувашия. Аппарат является уникальным для Чувашской республики, потому что этот цифровой момографический аппарат имеет очень высокую разрешающую способность. Он позволяет выявить опухолевое образование, начиная от 3-5 мм в диаметре. Кроме этого, врачи-лингинологи благодаря этому аппарату имеют возможность выявить микрокальцинаты, являющиеся признаками патологических изменений именно злокачественного процесса в молочной железе. Также данный аппарат оснащен большим детектором, что позволяет обследовать молочную железу больших размеров, любого объема. Цифровой момологический аппарат и система с горизонтальной биопсией. К преимуществам такого оборудования, помимо высокого разрешения и точности, относят высокую скорость, пониженную лучевую нагрузку, то есть минимальную дозу рентгеновского излучения. Пациенток, живущих далеко от столицы, тоже не оставят без внимания. Если у них не будет возможности приехать, новые технологии приедут к ним. Вообще у нас в республике существует 20 момографов на всю республику, из которых два передвижных момографа. И на сегодня мы также при активном взаимодействии с общественной организацией «Республиканский совет женщин» и Министерством здравоохранения Чувашской республики совместно с онкологическим нашим диспансером проводим такую акцию, как выезды в районы Чувашской республики. И на сегодня уже 4 района охвачено таким скрининговым обследованием. Осмотрено более 2000 женщин. И, что очень важно, выявлено порядка 85 образований молочной железы. К счастью, 25 из них только оказались злокачественными новообразованиями. Но это все же ранние стадии. В центр будут направлять тех пациенток, кому требуется уточнение диагноза. Жительница столицы Чуваши могут пройти обследование в рамках программы «Диспансеризация», а также по направлению участкового врача. Оно проводится в рамках обязательного медицинского страхования. Бесплатно. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова